В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Быть или не быть масочному режиму. Итоги очередного заседания коронавирусного оперштаба. Пустое место. Почему в Омске разрушаются детские площадки? На помощь бизнесу в областной торгово-промышленной палате избрали новый состав совета. От Диснейленда до крупного спортивного объекта. Как изменится парк имени 300-летия Омска? Масочный режим в Омске официально вводить пока не будут, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, количество новых случаев превысило отметку в 300 за сутки. Тем не менее, на очередном заседании оперштаба принято решение сохранить ношение масок только как рекомендацию. Надевать средства защиты советуют тем, кто в процессе работы контактирует с большим количеством людей. Работодатели должны устраивать утренний фильтр с термометрией и снабдить своих специалистов антисептиками. Санитарные требования действуют в образовательных учреждениях. Это, например, генеральная уборка перед открытием, утренние фильтры, дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха. Уроки в спортзале и библиотеке можно проводить только для одного класса. Помимо этого действует запрет на массовые мероприятия для нескольких классов в помещении. Даже день знаний рекомендовано организовать на свежем воздухе. Режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. Масочный режим не ввели, не вводим обязательно. Мы обратились к руководителям. Это, прежде всего, торговые сети, это, прежде всего, крупные общественные центры, где масса людей, чтобы, прежде всего, персонал, который обращается к массе людей, он обезопасил себя и все-таки применял маски. Жители, рухнувшие многоэтажки на 20-го портсъезда, получили матпомощь. Единовременную выплату назначили по распоряжению мэра Сергея Шелеста. Сумма – 10 тысяч рублей. Деньги получили 122 амича, которые были зарегистрированы в аварийном доме. Напомним, одна из его стен обрушилась 12 августа. Люди остались фактически на улице. Сейчас администрация Советского округа занимается поиском жителей, которые могут претендовать на единовременную матпомощь. Кроме того, в мэрии принимают заявки от собственников на выплаты для покупки новых квартир. Сумма зависит от площади помещения. Один квадратный метр оценивают почти в 73 тысячи рублей. То есть за 18 квадратов можно получить 1 миллион 300 тысяч. У пострадавших будет выбор – купить жилплощадь такого же метража или взять ипотеку. Напомним, прием граждан ведется по адресу улица Гагарина, 32, корпус 1. Информацию можно уточнить по телефону 78 78 60 или 78 78 65. Прокуратура обратила внимание на разваливающийся детский дом. Министр образования региона Татьяна Дернова получила представление после визита на место зампрокурора области. Речь о доме детства имени Героя Советского Союза Кравцова по адресу 19-го портсъезда 38-А. Здание признали небезопасным. Эксперты отметили следы протекания, сколы плитки, повреждения кирпичной кладки, проблемы со штукатуркой и прочие нарушения. Также у ревизоров возникли вопросы к состоянию детской площадки на территории, пожарной безопасности всего объекта и организации питания воспитанников. Надзорный орган выявил факт, ненадлежащие работы педагогов детьми не занимаются в полной мере. Прокуратура потребовала у Минобра устранить многочисленные нарушения. Почему в Умске становится меньше детских площадок? На бульваре Победы напротив цирка демонтировали популярный игровой комплекс. На его месте остались только штыри, хотя объект установили всего три года назад. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства пояснили, площадка стала небезопасной, а денег на ремонт нет. Амичи выразили недовольство ситуацией, мол, детских площадок и так немного, а это всем нравилось. В ответ последовал официальный комментарий мэрии Омска. Детская площадка на бульваре Победы была демонтирована в связи с ее аварийным состоянием, во избежание травмирования юных амичей. В 2018 году похожий случай был в Ленинском округе. Тогда 11-летний ребенок провалился в игровой корабль на площадке по улице Гашика и получил ушибы и ссадины. Только по счастливой случайности обошлось без черепно-мозговой травмы и переломов. Позднее площадка на этой территории была обновлена. Бульвар Победы также не останется без игрового комплекса. В данный момент специалисты оценивают состояние детского городка. Если местные мастера смогут восстановить поврежденные элементы и укрепить конструкции, то площадку детям вернут. Но если комплекс окажется непригоден для ремонта, на его месте оборудуют новый детский городок. Правда, сроки неизвестны. Тем временем аналогичные проблемы появились в авиагородке. Четыре года назад там открыли сквер героев-авиаторов. Территорию благоустраивали по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Недавно местные жители пожаловались в СМИ на плохое состояние игровой площадки. Оборудование портится, за ним никто не следит. Родители переживают, что дети могут пострадать. Как сообщает НГС-55, зону для игр возводили на спонсорские деньги. Пару лет назад начали ломаться тренажеры и качели. Жители пытались чинить их самостоятельно, но это не слишком помогло. В мэрии пояснили, у площадки нет хозяина. Спонсор обслуживанием не занимается. Решение проблемы пока под вопросом. Яму вместо фонтана обнаружили жители домов по улице 20-я линия. Омичи опубликовали в социальных сетях пост-жалобу. По словам автора записи, фонтан давно находился в аварийном состоянии. Около месяца назад его разобрали. Люди надеялись увидеть реконструкцию, а затем красивый водный объект в Октябрьском округе. Однако ожидания пока далеки от реальности. Рабочие демонтировали старый фонтан. На его месте появилась большая яма. Блоки, которые они расставили вокруг, не ограничивают доступ к опасному месту. По словам горожан, рядом часто бегают маленькие дети. Они могут провалиться в яму. В администрации города оперативно отреагировали на обращения жителей. Ждать появления нового фонтана на этом месте не стоит. Из-за аварийного состояния фонтан восстановлению не подлежит. На сегодняшний день проводятся демонтажные работы и выемка бетона. Участок производства работ огорожен по периметру. А мечей, гуляющих вблизи этой территории, просим соблюдать осторожность и внимательно следить за детьми. Стоит отметить, что в дальнейшем на месте фонтана планируется высадить ель и, возможно, организовать цветник. Эти вопросы обсуждались с жителями микрорайона. Парку 300-летия Омска подарят новое будущее. Концепция развития этой зеленой зоны за время существования менялась неоднократно и зачастую кардинально. На левом берегу мог появиться то омский Диснейленд, то масштабный спортивный объект. Последняя идея частично осуществилась. На территории сейчас есть зоны активного отдыха. Однако власти задумались о новом масштабном преображении. Осуществить его предстоит двум крупным компаниям, одна из которых имеет большой градостроительный опыт, в том числе за рубежом. Тем не менее, навязывать горожанам свой взгляд разработчики проекта не хотят. По их словам, для начала нужно узнать мнение омичей и экспертов, людей, которые живут рядом и посещают парк 300-летия. Высказать свои предложения можно уже сейчас через сайт парк 300.рф. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи и отправить письмо. Кроме того, у всех главных входов в парк будут работать волонтеры, которые проведут опросы. По наполнению территории, по ее образу, мы не должны пока забегать вперед. Мы соберем все предложения и от интересованных лиц, и, конечно же, от жителей. Сведем это все воедино. И образ, облик парка, облик каждой из его зон сформируется уже в процессе. Мы найдем решение для всех, так, чтобы для всех было в парке интересно и здорово. Какой он будет, мы пока не знаем. Однако первые идеи уже поступили от потенциальных инвесторов, которые намерены вложиться в проект. Одна из омских компаний выступила с предложением арендовать 2-3 гектара земли парка. На новом месте они хотят открыть Диснейленд по-русски. С большим теремом, змеем-горынычем и богатырями. Развлекательная зона также порадует омичей разнообразными аттракционами. Представить окончательный вариант концепции разработчики пообещали в начале 2023 года. И заверили, деревья не пострадают. В парке немало свободных зон для реализации идей без вырубки зеленого массива. Окончательные сроки преображения парка 300-летия Омска станут известны позже, после презентации проекта. Тогда же будет определено финансирование. Источники уже намечены. После того, когда появится конкретика по наполнению парка, проектно-смертной документации, мы сможем включить эту программу по КГС, федеральную программу комфортной городской среды. Частично, как у нас мы видим, уже присутствует желание инвестора. Тут будет симбиоз однозначно финансовых потоков. Региональные предприятия справляются со всеми трудностями, так говорят представители общественных организаций и самих компаний. По совместительству состоящие в Омской торгово-промышленной палате, которая помогает бизнесу всех масштабов решать проблемы и вопросы. Например, сертификация продукции, интеграция в российский рынок, импортозамещение, параллельные импорты, многое другое. В Конгресс-холле подводят итоги работы ТПП за последние пять лет. На отчетно-выборную конференцию прибыл 41 делегат. Представители бизнеса и региональных объединений, например, Союза работодателей. Он решает вопросы управленцев компаний от зарплаты и соцразвития коллектива до охраны. Как отметил вице-президент Союза Омского регионального объединения работодателей Виктор Белов, несмотря на сложившуюся ситуацию с ограничениями и трудностями, омские работодатели быстро адаптируются к новым условиям. А регион имеет неплохие показатели производительности по сравнению с соседями. Теперь выстраиваем новую логистику уже внутри самой страны, потому что у нас есть достаточно предприятий, которые сегодня уже выпускают продукцию, аналогично западную, которую раньше покупали. То есть мы не занимаемся перекупкой, а именно производим товар, продукт, который потребляется. И объемы этого товара, они постоянно растут и живут. Этим он выделяется по сравнению с соседями, с тем же Новосибирском или другими городами нашего округа. Белов приводит в пример несколько отраслей, перерабатывающих компаний и вообще не сбавляли темп работы. Нефтехимические ищут новых покупателей, поскольку их круг сузился. А продукция выпускается в прежнем объеме. Сложнее ситуация у изготовителей электроники. Меняется комплектация, меняются поставщики. Приходится кардинально перестраивать работу. Но есть в Умске те, кто уже своими силами производит нужные детали. Так, научно-производительный центр промтехнологий разрабатывает сложное оборудование для ЖД-составов. Начиная с моечных машин, заканчивая диагностическими. 80% всего объема – собственное производство. Когда в прошлом году в Китае загорелся завод электроники, многие игроки рынка испытали трудности с поставками. А мечи решили, нужно готовить замену самостоятельно. Попытка оказалась достаточно успешной. Так инженеры создали свой контроллер. Мы разработали полностью своими силами электронную базу. Мы разработали программное обеспечение. И сегодня мы наладили свой производственный цикл, свой выпуск продукции таким образом, что мы от европейской комплектации сегодня, наверное, уже, не сказать, что совсем не зависим, наверное, независим процентов на 90%. В ближайшее время омская компания планирует выйти на индийский рынок, укрепить уже действующие отношения с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном и Белоруссией. А если и появятся проблемы, их поможет решить новый состав Совета Омской торгово-промышленной палаты. Раз в пять лет по уставу проходят выборы. Кандидатуры были одобрены еще в июле. Тогда же принято решение увеличить количество членов Совета. В связи с тем, что у нас членская база за отчетный период выросла на 50 компаний, мы решили увеличить соответственный количественный состав членов Совета. У Совета функции различные, то есть мы поднимаем всевозможные вопросы, которые актуальны для бизнеса по состоянию на сегодняшний день. В Омской торгово-промышленной палате более 400 компаний, которые тесно сотрудничают с крупнейшим бизнес-объединением при Иртышье. Из них 150 промышленников, которые обеспечивают регион всем необходимым. Теперь в ближайшие пять лет возникшие проблемы будет решать новый коллегиальный орган из 29 человек. Приняли на работу почти 30 тысяч человек, а уволили около 37. Омскстат опубликовал данные об уровне безработицы в регионе. По оценкам экспертов, с апреля по июню он снизился до 6%. В этот период в Омской области насчитывалось немногим меньше миллиона трудоспособных граждан. Из них 930 тысяч трудоустроены официально и почти 60 тысяч безработные. За три месяца компании приняли на работу около 30 тысяч амичей. Подавляющее большинство уволенных, больше 74% сотрудников, ушло с работы по собственному желанию. К слову, в третьем квартале года владельцы компании планируют уволить еще 470 человек. На этих выходных в Омске стартует экскурсионный флешмоб. В программе более 200 бесплатных туров по городу, области и даже ближнему зарубежью. Впервые маршруты уведут участников в Казахстан и Белоруссию. Правда, возможности экскурсантов ограничены. Можно выбрать одно понравившееся направление и забронировать лишь одно место. Таковы условия проекта. Бронирование путевок шло очень активно с первых дней регистрации, говорят организаторы. Старт был дан 19 августа. Свободных мест сейчас уже почти нет. Всего несколько направлений еще остались вакантными. Найти их и заявиться на участие можно через сайт экскурсмоб.ру. О новинках этого сезона и тонкостях организации бесплатного туризма мы поговорили с руководителем туристского центра Омской области Алиной Гориной. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. В Омске открывается сезон охоты на птицу. Любители пострелять могут добыть водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. При этом сезон охоты на кабана, волка, медведя и косулю пока далек от завершения. Ежегодное разрешение на отстрел пернатых получают около 20 тысяч человек. В Минприроды добытчикам напоминают правила охоты. Оружие следует переносить, заряжать или разряжать только так, чтобы ствол смотрел вверх или в землю, но не в сторону других людей. Запрещается стрелять на шум или шорохи, а также по сидящей птице. Если охотник решил открыть огонь, целиться нужно в летящую дичь и лишь в том случае, если ее отчетливо видно. Так шансы навредить другим людям значительно снижаются. Нельзя применять охотничье оружие ближе, чем в 200 метрах от жилых домов. Стрелять по птицам, которые сидят на линиях электропередач и опорах лэп, запрещено. В Омском акванариуме Наутилус поспел урожай. Лягушки и помидоры выросли и готовы удивлять посетителей своей краснотой. Интересное название земноводные получили из-за окраски и возможности раздуваться при опасности. Так они становятся точь-в-точь похожими на томаты. Головастики успели не только набрать цвет, но и вырасти в полноценных лягушек. Кроме того, у них появилось новое любимое занятие – прыжки в длину и высоту. А еще малыши могут похвастаться хорошим аппетитом. Камеры они пока немного боятся, говорят сотрудники акванариума. Судя по всему, воспринимают ее как угрозу.